Светитель Иоанн Златоуст В 7-й беседе на 2-е послание к Тимофею Говорит о самолюбии и последствиях самолюбия Апостол Павел в послании к Тимофею предсказывает, что В последние дни настанут времена тяжкие 2-я Тимофея, 3-я глава, 1-й стих Не дни или времена осуждает, но людей, которые тогда будут Люди будут, говорит, самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы Родителям непокорны, неблагодарны, нечестны Нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники Невоздержны, жестоки, нелюбящие добра Предатели, наглы, напыщены Более сластолюбивы, нежели боголюбивы Имеющие вид благочестия Силы же его отрекшиеся Таковы удаляйтесь Это стихи 1-й и 5-й Тотчас же указывает и причину Корень и источник всех зол О которого они происходят Это чрезмерное самолюбие Преданный этой страсти Не наблюдает даже и за своими делами Ибо кто не думает о ближнем Не заботится о его делах Тот будет ли заботиться о своих Как заботящийся о ближнем Хорошо устрояет вместе с его делами И свои собственные Так и презирающий дела ближнего Будет презирать и свои собственные Ибо если мы члены друг друга То спасение ближнего Касается не его только Но всего тела И бедствие ближнего Не ограничивается им одним Но причиняет боли всему телу Если мы в здании То когда страж идет одна часть Повреждается и все здание А когда она тверда То может держаться и все прочее Так и в церкви Ты оказал презрение к брату Это ты причинил вред самому себе Почему? Потому что твой член Потерпел немалый вред Ибо если Не уделяющий Ближнему Из своего имущества Вергается в гиену То видящий Ближнего Существующей опасности И не подающий ему помощи Тем более Подвергается наказанию Чем важнее Испытанный вред Люди будут Говорит апостол Самолюбивы Кто самолюбив Тот в особенности И не любит себя А кто брата любив Тот и любит себя Гораздо более От самолюбия Происходит и сребролюбие Ибо зараза И ограниченность самолюбия Сокращают и умоляют Любовь Которая широка И простирается на всех Сребролюбивы Говорит Отсюда происходит гордость От гордости Надменность А от надменности Злоречия От злоречия Непокорность И неверие Ибо Надмивающийся Пред людьми Легко будет Надмиваться и пред Богом Так Рождаются грехи Они часто Восходят снизу вверх Кто Почтителен к людям Тот будет тем более Благоговеть Пред Богом Кто послушен Подобным себе Рабам Тот будет тем более Покорен и владыки А кто презирает Подобных себе Рабов Тот постепенно Дойдет и до презрения Самого Бога Не будем же Презирать друг друга Это Худая наука Которая научает Нас презирать Бога И даже тем самым Что мы презираем Друг друга Мы уже Оказываем Презрение К Богу Который повелел нам Иметь великое Попечение Друг о друге Если хотите Поясню Еще иначе Примером Каин Презрел брата И тотчас же Оказал Презрение И к Богу Каким же образом Посмотри Как оскорбительно Отвечает он Богу Разве я сторож Брату моему Бития 4.9 Так же Исав Презирает брата Сказав Оказав Презрение К Богу Поэтому и сказал Бог Якова я возлюбил А Исава возненавидел Римлян 9 глава 13 стих Посему И Павел говорит Чтобы не было Между вами Такого Блудника Или нечестивца Как Исав Евреям 12 глава 16 стих Презирали Братья Иосифа Оказали Презрение К Богу Презирали Израильтяне Моисея Оказали Презрение К Богу Так же Сыновья Или Презирали народ Оказали Презрение К Богу Хочешь ли Видеть Примеры Противного Авраам Был Нисходитель Племяннику Лоту Был послушен И Богу Как видно Из послушания Его Касательно Сына Исаака И из всех Прочих Его добродетелей Так же И Авель Будучи Кроток В отношении К брату Был благочестив И в отношении К Богу Не будем же Презирать Друг друга Чтобы нам Не научиться Презирать И Бога Будем Почитать Друг друга Чтобы нам Научиться Почитать И Бога Дерзкий В отношении К людям Становится Дерзким В отношении К Богу А когда Сребролюбие Самолюбие Непокорность Соединяются Вместе То чего Еще Не достает Для совершенной Погибели Тогда Все Развращается И образуется Огромное Болото Грехов Неблагодарный Говорит И может ли Быть Благодарным Сребролюбец Кому Будет Он Воздавать Благодарность Никому Он Считает Всех Своими Врагами Желая У всех Отнять Все Неблагодарный Вместе И Нечестив И Справедливо Ибо Каков Должен Быть В отношении К другим Тот Кто Неблагодарен Благодетелю Неблагодарный Вероломен Неблагодарный Недружелюбин Дальше Говорит Клеветники То есть Склонные К злословию Люди Не сознающие За собой Ничего Доброго И находящиеся Как бы Находящие Утешение В порицании Мнений Других Много Ошибаются И грешат Невоздержанные Дальше И в языке И в чреве И во всем Другом Дальше Жестоки Это жестокость И грубость Бывает У того Кто Сребролюбив Кто Самолюбив Неблагодарен Сластолюбив Дальше Нелюбящие Добра Предатели Наглые Предатели Это Предатели Дружбы Наглые То есть Не имеющие В себе Ничего Основательного Напыщенные То есть Исполненные Надменности Более Сластолюбивые Нежели Боголюбивые Имеющие Вид благочестия Силы живого Отрекшиеся Вид То есть Нечто Бездушное И мертвое Наружность Образ Лицемерие Итак Вера без дел Есть только Наружный вид Бессилы И справедливо Как тело Красивое И цветущее Но не имеющее силы Подобно Нарисованному Изображению Так и Правая Вера без дел Представим Представим Какой-нибудь Слебролюбец Предатель Или наглый Человек Имеет Правую Веру Что Польза В том Если он Не отличается Ничем Приличным Христианином Если он Не делает Ничего Свойственного Благочестию Но Превосходит Извичника Своим Нечестием Служит Заразую Для близких К нему И поводом К хуле на Бога Если он Позорит Учение Своими Делами Так А вы Худаляйтесь Говорит Дальше К сим Принадлежат Те Которые Вкрадываются В домы Обольщают Женщин Утопающих Во грехах Водимых Различными Похотями Всегда Учащихся И никогда Не могущих Дойти До познания Истины Это дальше Шестые Седьмые Стихи Вкрадываются В домы Видишь Ли как Словом Вкрадываются Апостол Выражает Их Бестыдство Беспечность Обман Обольщение Утопающих Во грехах Дальше Вот отчего И они Предаются Обольщением От грехов От того Что не знают За собой Ничего доброго И весьма точно Сказал он Дальше Утопающих Выражаете Множество Грехов Их И беспорядочность И непристойность Их Водимых Различными Похотями Говорит Неприроду Он осуждает Что значит Различными Здесь он Разумеет Много И роскошь И бесстыдство И разврат Различными Говорит Похотями То есть Коростолюбием Словолюбием Сластолюбием Счастлавием Честолюбием А может быть Указывает И на другие Постыдные Пожелания Всегда Учащихся Говорит И никогда Не могущих Дойти до познания Истины Они погрязли В этих Похотях И грехах И потому Отупел Разум Их Дальше Говорит Как Иоанни И Амври Противились Моисею Так и сии Противятся Истине Люди Разращенные Умом Невежды В вере Но они Немного Успеют Ибо их Безумие Обнаружится Пред всеми Как и с теми Случилось Стихи Восьмой И девятый Они Не обольстят Не увлекут Верующих Хотя сначала По-видимому И совращают Некоторых Но сами Будут Обличены Скоро Таково Все то Что не по существу Своему хорошо А только Кажется Хорошим Оно на время Успевает А потом Обнаруживается И погибает Господу нашему Слава Во веки веков Аминь